Долгожданная вторая часть влога самого крупного турнира по сандоху игр будущего на 250 тысяч долларов. В этом видео вы сможете прочувствовать эмоции с полуфинала и самое главное финала данного турнира. Также я взял интервью почти у всех популярных ютуберов, которые были там и даже смог встретиться с бустером. Обязательно досмотри этот ролик от начала и до конца, потому что это стоит того. Ну и не забудьте про лайк и подписку, а мы начинаем. Итак, ребяточки, всем привет, это вторая часть влога. Кстати, если вы первую часть не смотрели, то обязательно посмотрите и этот видосик тоже до конца досмотрите с лайком и подписочкой. Это обязательно, ребята. В общем-то, я сейчас иду кушать, потом выдвигаюсь на сами физито-игры. Сегодня у нас будут полуфинальные матчи, а завтра уже будет матч за третье место, ребят, и финал. Этот видосик реально нужно смотреть до конца, потому что тут и интервьюшки у ютуберов, я надеюсь, возьму и матчи мы увидим. В общем, все самое интересное будет. А я погнал ребятам кушать. Ну и вернусь к вам тогда, когда я уже буду на Фиджитале. Итак, ребята, третий день Фиджитал-игры начинается, значит мы купили Доктор Пепер. Ну он купил, да. Ну да, я купил. Да, а деньги на карту будут? Сейчас играет матч Форза против Абсолюта, там Абсолют пока что ведут. Вот, наверное, вам пару моментов с этого матча вставим, и потом будет матч Сейнс и Сейс. А кто такой, кто там не подходит? Кстати, прикинь, пошел Сарси, мне там чувак 5 подошел сразу. Популярный, популярный. Нечего даже сказать. Солгий мес. Пошли. Это не понятно. Итак, ребята, значит будем сейчас брать интервью у Зары и у Евжени. Значит, перепутал. Зара и Евжения. Дубль номер 2. Итак, ребята, значит сейчас будем брать интервью у Зары и у Евжени. Типа того, да. У нас тут интервью небольшое. Типа ютубер. Ну типа 8 под них, знаешь, куда я буду делать. Я тоже. Да, красава. Как вам вообще турнир? Слушайте, я переполнен эмоциями. Это первый раз, когда я попал на такое мероприятие. И для меня все x10. Еще и наша победа 3-0, 3-0. Давай обниматься, 3-0. Наши парни лучшие. Масштабы огромные. Сайлинс, сайлинс, сайлинс. А вам как? Ну, первый раз я на таком тоже мероприятии. А почему вы участвуете на СТЕ? Ну, что-то они позвали меня. Отсюда выгоняют, мерч не дали. В каком Казань, как город? Казань, мы на самом деле очень мало успели ее посмотреть, но город в целом хорошее впечатление от себя оставляет. Архитектура пока не очень, непонятно. Как будто фигенера, мы не знаю. Не знаю, мне Казань больше нравится. Все-таки я казанский. Все-таки казанский парень. Просто в Питере еще не был. Ну да, кстати, я тоже там не был. Приезжай в Питер, Даня, тебе больше нравится. Ну я же не был в Питере. Все, приезжай, мы будем тебя ждать. Это кто? Блокс Кайф? Да, это Блокс Кайф. Он у нас очень скромный парень. Переезжайте в Казань полно. Да, давайте реально в Казань. Ко мне на хату. Если вы наберете, сколько у тебя лайков набирается? Блин, ну не знаю. Где-то миллион лайков. Да, миллион лайков. Миллион просмотров, миллион лайков. Мы все переезжаем в прекрасный город Казань. Реально? Да. Да, миллион лайков всего лишь. Нет, ребят, давайте 5 лайков, а не перешет в Казань. Без проблем. Реально, давайте. Я скажу вам, чтобы вы ее подписчики перешли. Хорош. Артем, Артем, Артем. Это интервью снова. К тебе были вопросы. Почему ты не участвуешь вообще? По личным обстоятельствам, друзья. А когда планируешь вернуться? Посмотрим. Возможно. Может быть, на следующем турнире. А следующий когда будет? Неизвестно. Планируешь или переехать в Казань? Нет. Мы, наоборот, переманиваем людей из Казани в Питер. Капитонова мы уже переманили. А он тоже в Казани был? Да. Он жил в Казани, у нас теперь плюс один, и мы потихоньку будем работать над тем, чтобы переманить оставшимся. Готовься, собирай чемоданы. Сколько тебе лет? 16. Ну, через два косика. Ну, да. Мы пока поработаем, как бы, да, подготовим. Сверхуем отчиму. Да. Ну, это на будущее, ребят. Главное переехать в Питер. В питерскую тусовку. Ребята. Ты вообще снимаешь или нет? Я все снимаю. Давай, давай. Все, короче, интервью закончилось. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь, я подал. Ян, здесь мы тоже такой же мерш подарим. 52! Да здравствуйся! Фанаты Сейнс. А это твой личный оператор? Да, я его нанял. Все, я сейчас. Все, неправда. Он мне ничего не платит. Алло, где деньги? Деньги будут, но не сразу. О-о-о. Только другими рассказывайте, а тут сюда. А тут сюда еще. Сюда сейчас я буду купаться. А, давайте, на первом. Антоня, где мои 130 рублей? Скоро буду. Уфет, приятно. Давайте один, кто-то у нас всех. Вот, конечно, потом вдруг поменяйте. Всех одним разом. У нас времени. Смотрите на пол, он и как же он врет. Как же он врет. Слышите? Я встретил Дмитрия Галорика. Прямо сейчас. Привет, Блатан. Ты можешь меня еще ближе снимать? Ни-и-и-и. Вот так вот еще ближе нас снимай. Давайте у нас сразу... Когда дуэль с братишкой? Или когда дуэль с самым? Сейчас задаваем мой вопрос. Ваши комментарии. Вот, сейчас я к тебе получил, но у нас будет дуэль как-то числится. Ну, я готов прямо сейчас. Су-ю-ю-па. Су-ю-па. Ну, у нас там. Ладно, как вам город расчет? Город шикарный. Мне, в принципе, нравится. Турнир просто офигенный. Я на нем ни разу не был, но нормально. Как думаешь, победит какая команда? Я думаю, победит команда Глорик Тим, которой нет, но... А когда будет? А будет когда-то? Не знаю, да, что-то знаю. Ладно, за кого болеешь? Я болею, ну, не знаю, за Сейдс, наверное, или за... Может, кричалку? 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 Какую? За РА, типа? Сейдс? Какой бы игровой учился? Не можно, не надо. Ладно, нет. Что еще вопрос? Сколько раз вы можете... Сколько раз можете отчаться? Сто-пятьдесят девять. Проверяем прямо сейчас. Не-не-не-не-не. Не делаешь? За сто голды. Блин. Давай, на нож спорим? Не. Ребят, вот вы не писали вопросы, поэтому мы не за что-то спросите. Да, не писали вопросы, и братишка теперь придумывает какие-то левые вопросы. Погнали. Не обзывайся, пожалуйста. А мне справа вообще нет. Ладно, снимай. На аренду. Еще раз, что еще одна игра, а мы с вами посмотрим на второй раз. Второго, братишка идет, уйдет. Вот, кстати, скоро пошли, давайте еще раз пожелаем удачи. Что болеется команда? Форс, эис, форс, таки! Дай, стай, стай! Большое, что здесь. Дай, стай, стай! Шаг, команду! А, к Саю! К нему подошли. Давай, стай! Давай, стай! Дай, стай! Даня, тебя узнали? Дани попросился где ушли, мы сядем. А, он поскольку нам нет. А нашим остаток был. Не знаю. Не такой чисто. Всем привет, Анни. Всем привет. Всем привет. Всем привет. И когда дуэль. Верник, опять за ним. Ребята, вверху жизнь у нас. Это моя первая история в ВК. Начинается. Начинается полуфинале матч Saints против МЦС. Карта Бриз. Ну что ж, зарядились на первую карту, хорошо, друзья. Надеюсь, нас на арене слышно. Я, Люсик, со мной. Конечно же, мой любимый коллега Зирфуга Дмитрий. Для тех, кто только что присоединился, или тот, кто не знает, что такое стенд оф 2, но пришел на арену, я вам расскажу. Это полуфинал. Матч за выход в гранд-финал, можно так сказать, по играм будущего стенд оф 2 плюс лазер. Так, мы смотрим уже первую атаку. Лунекс будет проходить, проверять позиции. Вот здесь ноутоксик ждет, как много дымов. И... Вторая граната, он чуть-чуть накоцали своего оппонента. Тут смог сразу откидываться, дизер, вам хорошо. Может, до конца дизер, хорошо выжил. Распекал одного на сит. С фулл армором и с девайсом, ну все, падает Старфокс. А куда смотрит Старфокс? Я не знаю, я только что сказал, что он есть, его уже сразу же и нет. Падает иноутоксик, SLV, ну здесь просто пять шотов в голову. Я вот когда разминаться захожу перед матчами, ну... Но желательно хотя бы этот раунд все-таки им забирать. Ой-ой-ой, какие у нас там прострелы полетели. На дефолте сидит даже три игрока. Флоттадаблент у нас первого. Флоттадаблент второго. Токсиклори сейчас изменился тиммейта. Трив-четыре ситуации. Проникс замечает третьего иного игрока. И забирать его. Плентбэв скрыт. Можно, в принципе, заходить. Как будто бы позиции его прочитали, слушай. Мне кажется, там дефолт накидывали. Да, его убили. Э-э-э-э, не, это не дефолт. Слушай, три хайешки в одном месте, это я тебе скажу, не дефолт. Три за мной заходит и посмотрите, что делает. Он забрал у нас первого игрока. Хорошо. Три в пять ситуация. Все-таки у НСР есть шансы забрать. Написали, откуда получается. Хорошо. Дизерфа забрает. Сид,たの musical experience в постоянных вз army of order Ярусов, но еще одного, 2-3,M3. НаJR С ranking. Оуууооу. Очень. Вражение влече с под邊. Не съемки кончечков. Оуу! Надо было включаться раньше. Есть скилл по нверсу от Сида. Сид пока что хорошо. Опорник. Как Б Плент. И у нас Сиду сейчас не нужно агрессировать, мне кажется. А с другой стороны не нужно сидеть на пятачке, потому что... Первую карту забирает команда Сейнт со счетом 10-1. И команда переходит на вторую карту. Стой! Вот так выглядит инвентарь обычного игрока, который хочет себе нож. И много скинов, но не знает, где брать голду. А ты играешь хорошо, а голды и скинов у тебя вообще нет. И где все это брать, для тебя непонятно. И поэтому тебе остается удовольствоваться только этим. На самом деле, я тебя вообще не понимаю, ведь есть один секрет. Ты можешь выигрывать турниры на Сайберхиро и зарабатывать на этом настоящие деньги. Вот я, например, выиграл пару турниров и получил с них денежку себе на карту. Кстати, на Сайберхиро ты можешь еще покупать промокоды на голду, ведь они сотрудничают с разработчиками Сэндофа. Да вообще, все на этом турнире абсолютно честно, проверен лично мной. Ссылка на регистрацию будет в описании и в комментарии. Бегом побеждать, ведь это твой путь в киберспорт. Ну а мы возвращаемся к ролику. Так, ребята, я встретил Юроксер первый раз в своей жизни. Привет. Как тебе вообще город Казань? Нормально. Нравится? Как тебе турнир сам по себе? Нормально. За какую команду болеешь? Нормально. Ауэ. РКГ. Как думаешь, с кем они будут играть в финале? С Сейнс. Я думаю, мага с Сиром. Как относишься к Крарком? Ты оператор снимал. Очень плохо, да. Ладует часто. Как думаешь, какое будущее у Криспортера Синдага? Нормальное. Все, Даня, догнулся. Блин. Нормально, да? Нормально, ребят. Нормально. Все нормально, ребят. Нормально, говорю, все. Нормально. Нормально. Мне кажется, что Даняк. 500 рублей. Есть у тебя? Есть. Ну, не наличкой. Блин, нет? Куда вы гуляете? Сходка. Сходка подписчиков. Сходка подписчиков. Братишку узнали в первый раз в жизни. Смотрите, как будто популярный. Как будто популярный. Он как будто популярный, да? Ну, как будто. Пойдем? Пойдем. Смотрите, как будто популярный, да? Пойдем. 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 Папа, чьи-то, форт-вызио. Там что-то нереальное. Хорошо, дорогие друзья, стартуем вторую карту. Ну что же, Сейнс, смогут ли сейчас повторить свой результат после первой карты, или все-таки команда Несесери будет выводить на 1-1, выводить на этот, на лазертакт, на решающую фактически карту. Летят через хелпу трое защитника, сейчас Сид первого встречает, здорово, встречает. Ну а последний остался на КТ Инвернес, хотя я думал, что он идет так же с хелпы, там немножко съехалось. Ваншот, ванкил, флозер ставит. У нас, Сейнс, не так много шансов, потому что есть только один дефуза, а СЛД забрали у нас первого. Ой-ой, Ризан, опасная позиция. Его читают, его читают, нет, не читают, к сожалению. Вау, Ризан, что за мир? Ой-ой, какие у нас хайлайны делают. Посмотрите. И я думаю, что сейчас его будут хантить. Сейчас его будет съедать Старфокс. Нужно показать свое имя, а он просто бежит, смотрит непонятно куда, возможно, общался со своими партнерами. Да здесь было видно, здесь было понятно. Никсу сейчас тяжело отыгрывать, но, 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 но нет. Это все-таки остается, но Старфокс его останавливает. Лунокс есть скилл по Старфоксу, падает у нас флозер. Все ближе Сейнс к дефузам. А дефуза-то есть? Есть два дефуза. А там от дизерва есть хаешки, а там от дизерва есть хаешки, которые могут сейчас прилететь по команде Сейнс. И ты посмотри, один в два ситуации. Лунокс остается у нас буквально в очень непредсказуемом вкладче, который все-таки не выигрывает и Нессери. Забирают седьмой раунд. Да, восемь в восемь. И все решится буквально в ближайшие десять, наверное, а может быть и быстрее. Минут. Как будто бы согласен с тобой. Возможно и выход на третью карту. Это очень сложно будет. На карту третью. Лазер-так. Лазер-так, ес. Да, мой дорогой коллега, лазер-так у нас. Команда Сейнса дает много раундов, и обе команды идут упор в упор. Счет девять. Девять. Лунокс заходит сзади. Ты посмотри, все-таки делает. Размен один в один. Ноутоксик до сих пор живет на один хп. Ой-ой-ой. Опасная ситуация для обеих команд. Сейчас 40 секунд. Пуквально таймере. Паечка ставится на апплоте. Лунокс заходит. Получается через девятку. Флотер. Хорошая хрешка полетела. Но, по-моему, не попала ни по одному из игроков. Нужно сделать подсадку. Девятка. Очень важная позиция сейчас. Очень важная позиция сейчас у, я так понял, Лунокса. Он, если не забирает это, если не забирает это, то придется играть лазер-так. Команда Сейнс выходит. Дизерт. Где у нас первый минус? Молик прилетает. Забирает первый Лунокс. Но дальше у нас разбирается с этим игроком Сарфокс. Сид. Один в один. Клач. Ой-ой-ой. Сарфокс. Хаешка. Хаешка летит. Десять хп буквально остается у Сида. Есть смок на руках. И Сарфокс. Все-таки вырывает победу для своей команды. Это лазер-так. Это один-один. Дорогие друзья. Какая же развязка. Сколько эмоций. Несесери собрались и вытащили. Да. Такое никто не мог ожидать. Один-один. НСС забирает вторую карту со счетом 10-9. И команды переходят на лазер-так за выход в финал. Итак, ребята. Всем привет. Я встретился с Денисом Рашем. Здравствуйте. Это я. Как твои вообще ощущения от турнира? Ты только приехал, да? Я еще никуда не успел дойти меня. Кружили. Ты в шоке, да? Да. Ты первый раз на таком мероприятии? Нет. Нет. Ну, на играх будущего первый раз. Круто. Вот. Лайк. Это вообще-то. А как тебе Казань вообще? Как братишка? Братишка. Да. Казань круто. Я приезжаю второй раз сюда. Красиво. Кремль у вас. Это же в Казани тоже, да? Да, я в Казань живу. Вот. Кремль. Короче, планируешь переехать, может, сюда? Нет. Почему? Потому что я в своем городе неплохо так обитаю. Да блин. Я не знаю, что говорить. Но нет, пока никуда не планирую. В целом. Как думаешь, какая команда победит? Saints. А болеешь за Saints? Конечно. Есть. А с кем они будут играть в финале? Как думаешь? Да хрен его знает. Не знаю с кем. Там RGG, может, Forza. RGG уже все, там, аутсайдеры, по-моему. Вроде, E-Rox говорил, что пришли. Я не знаю. Слушайте, ну, я не знаю. Я знаю, что одно, что Темочка Джентик, ну, Темочка Джентик посмотрит, как его команда разнесет всех. Вот и все. А вот это, кстати, главный фанат Saints. Он просто на всю эту аренду кричит Saints. Saints! Это Saints! Saints, я люблю вас! Saints! Вот так, подмигивает еще мне, видел? Подкатываешь? Подкатываешь? Как думаешь, какое будущее у стендоффа в плане киберспорта? Большое. Я такой многословный парень. Ну, короче, нет, на самом деле, двигается все в нужном направлении. Сегодня мы видим огромные призовые. В 250 раз там больше, чем когда-либо. Да вообще, в целом, рекорд, по-моему, для любого мобильного киберспорта. 250 тысяч долларов призовой на стендофф. Это только первый турнир. И начало года, ребята, только. Ты знаешь, сколько это в рублях? 25 миллионов рублей. Очень много. Там даже за последнее место команда миллион получает, да? Вроде как. Наверное, не знаю. Ну, короче, я знаю, сколько получает миллионов. Подожди, 250 миллионов. Нет, 25 вроде миллионов. Да? 250 тысяч долларов? Да, да, все правильно. 25 миллионов получает первое место. Сейчас, закончим. Да, я думаю, может это заканчивать. Ты можешь поснять фанатов. Вот. Они уже ждут фоточку. Ребята тут всякие. А мы пойдем искать следующего гостя. Тебе спасибо большое. Пока, давайте. Подписывайтесь на Братишку. Да, и ставьте лайк, ребят. Ставьте лайки, если любите маму. Подписывайтесь на Раша. И на Раша обязательно. Подписывайтесь. В озертаке Сейнс одержит уверенную победу с расчетом 6-1 и выходит в финал данного турнира. Я в шоке. 6-1, ребята, не сопротивлялась рта, без ключевого выигрыша. Да. Это сильно. Это реально, ребята, отмечается. Сейнс проходит финал, и завтра третий матч получается Мессенджеры против Бэдболутов и финал Сейнс против Абсолютов. Поэтому увидимся с вами завтра. Все, ребята. Отошел день полуфинала в концу. Все вот выходят. Время уже 11 ночи. Мне кажется, меня сейчас повяжут, ребят, потому что мне 18 лет. Ну, главное, отстивайся никуда. Завтра будет матч за третье место, и завтра так же будет финал. Возможно, попадешь, давай. Вот. Завтра будет матч за третье место, и финал будет. Вот, там завтра мы с вами увидимся. А сейчас мы едем под ума, потому что нужно выспаться. Потому что завтра, ребята, вставайся. Ребята, я смог попасть на финал. Смотри, чё. Тут очень много людей. Я каким-то фигом попал, понимаете? Самый лучший момент. Это история для ВК. Это все-таки реакция. Вот. Тут реально очень много людей, и они все еще появляются. Чё, опять вы, опять с камерой, опять выпрашиваете у меня поговорить, что Сейн снова победит. Ну, слушайте, если дойдет до Лузертага, если у нас опять Никита скажет, я выхожу, это будет трэш, конечно. Да я не хочу никуда выпускать. Но мы выиграем. Я надеюсь, что Лузертага не дойдет, потому что все заебанные ноги болят. Играть Лузертаг не особо хочется, потому что ноги отваливаются реально. Типа у нас нет ни одного... Ну, мы с начала турнира каждый день играем Лузертаг без выходных. Единственное, что у нас было, мы в 8 вечера выходили, типа, на матч. Единственное было отдых, то, что мы могли выспаться. Но сегодня мы выехали в 12 утра, когда я любил спать в 2 ночи, после того, как турнир закончился. А он закончился в 11. Плюс мы еще снимали для игр будущего. Ну, короче, отдыха нету, как такого. Поэтому тяжело играть в Лузертаг, когда у тебя ноги отваливаются. Надо, чтобы нам давали какой-то отдых. Я не знаю, там массажистов искусственные с 13 этажа, может, или еще что-то. Ну, короче, мы выиграем. По-любому. Даже несмотря на это, мы выиграем. Какой вырос? 7. Может, с вами будем... Давайте одну совместную, а потом другую поделим. Да, да. Ревотор бустер, Дмитрий Ликс. Лев, 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 Лев. Лев, 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 Лев. Интересно. Миллиард, блядь. Да, нет. Такой автаво, если еще не было. Людная поддержка Сейнс, ребята. Посмотрите просто на эту поддержку. Поддержка понадобится. Ребята, блядь, 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 блядь. Сейнс, Сейнс. Вот это реальная поддержка, ребята. Итак, ребята, начинается финал. Первая карта. Сейнс против Абсолют. Пока что в зале нас ребята не слышат, потому что карта еще не началась. А вот на трансляции уже подключились наши дорогие гости. Вот как и наши телезрители на канале Матч Страна. Ну, все верно. С приветствием всех же телезрителей. Для тех, кто к нам только что присоединился, у нас намечается финал Игры Будущего 2024, который проходит прямо сейчас в Казани. И здесь... А вот главный трофей. Все верно. Да, ты говоришь, именно за этот приз и призовой фонд в 250 тысяч долларов будут бороться в финале 2 коллектива. Команда Абсолют, которая находится слева, и команда Сейнс справа. Ну что же, дорогие друзья, переместились на карту Бриз. Это первая карта данного противостояния. Ну вот, Абсолют против команды Сейнс. 0-0. Абсолют у нас за КТ и Кронг уже забирает первого своего оппонента. Ситуация 5 в 4. Не в пользу команды Сейнс, которой нужно атаковать и которой нужно заплатить пачку на один из плентов. Хорошее попадание изначально было в голову Проникса. Напомню, что это капитан команды Сейнс. Сейчас он может полностью сосредоточиться на том, что свою команду очень активно провести. И по данному раунду они находятся в меньшинстве. Это довольно серьезная проблема для атаки. Всегда начинает так раунд. Начинается выход через КТ. Заврали, но Броукон открывается второй фронт. Сейчас выход через КТ. Команды абсолютно верный драться до последнего. Лунас попадает отлично по Найтсу. Ядо все еще живой. Ярослав будет бороться до последнего. Времени остается очень мало, но есть какие-то и 5 секунд. И Дефьюс пытается стикаться, но КП не резиново. Вроде двух человек ему попался. Будет очень сложно. Плюс ты сильный. Первый нож в первом же раунде. Времени у Абсолют просто физически не оставалось для команды Сейнс. Тем не менее, это очень серьезное упущение. Они отдают первичное преимущество своим оппонентам. А сейчас может быть халявка. Кстати, для нулевки. Это Риза. Должен забирать без проблем. Все открыли плент. Это тот самый Миракл. А яда. Делает ответ на минус 2 в 3 ситуации. До сих пор у нас Сейнс в меньшинстве оси. Спачка сейчас должен действовать. 10 секунд не более задается. Мало времени. Мало времени. Это будет сейчас сейв. Это будет сейчас сейв. И его попытаться никак не отпустить. Смотри-ка, Риза на лобе. А куда Риза пошел? Риза, видимо, планировал прикрыть своего тиммейта в тот момент, когда... Магмены. Добрый стоп! Что? Не верю, ты за жим. Только что покрем люди. Ну да, они прям туда же, получается, в ту же позицию сели. И у нас это выход по бейту. Посмотри, что творится. А пока без минуса, что происходит? Что происходит? Ой-ой-ой, смотри, нет нового минуса до тех пор. Вот есть такая наконец-то серия разменов. 4 в 4. Ситуация пачка 3-по не заплэнчена. Яда забирает у нас первого игрока. 3 в 4. Сейнс у нас смешен. Смену, правда, количество здоровья абсолютно не так много. Яда пикает у своего оппонента. И нужно забирать, да ладно? Патроны! Клип в резиновой дождиного Брокен забирает еще и Ризана. От контроля позицию Флотзера. Лунакс только что пришел с Аплэнта. И понимает, что здесь надеяться на что-то очень-очень сложно. 1 в 4. Есть киты, есть один смок. Но это максимум. По его информации уже давным-давно имеется. Пошла посадка, выпад на широком стрит-фе от Миракла. Сид откидывается пока что. Пытается жить, но не получается. Громко его забирает. Минус Броникс. Сид. Дал размен. Но Брокен моментально напрягает своих тиммейтов. Пачка ставится. Плэн практически засекюрин. Сейнс выходит на фаст ритейк. И не понимает, что они в жестком меньшинстве. Флотзера начинает. А пачка-то не поставилась. Пачка не поставилась, но Брокен живет. Сидает Флотзера. 27 секунд на таймере. Он обратно ушел. Он обратно ушел. Ты посмотри, что делает у нас Лунакс. Он обратно ушел и ждет Риза на своего тиммейта. Но это 2 в 3 нужно играть. Они не понимают. Они сейчас не понимают. Они должны играть теперь полноценный ритейк. Ты понимаешь? С другой стороны позицию Лунакса. Я не думаю, что угадывают. Он забрал одного. 2 в 2. Шансы все еще есть. Пачка заплэнчена. Флэшка у нас отлетела. Мне кажется, слишком рано для того, чтобы запушить эту позицию. Нот Брокен. Они будут пушить КТ. Они пушат КТ. Они пушат КТ. Нот Брокен 1-2-1. Ситуация. Клач. И Нот Брокен выигрывает. Нот Брокен это GG. Первую карту забрали Абсолют и Сейнс. Чтобы вырвать шансы в беду, нужно забирать вторую карту и переводить игру на лазер так. Абсолют забирает карту Брис. Второй матч, ребята, начинается. Ну, так, вторая игра начинается. Сейнс Абсолют. Первую карту Абсолют. Если сейчас Абсолют выигрывают, то это будет Абсолют. А если выигрывают Сейнс, то они уйдут на лазер так. Пока что борьба все еще не окончена на Апланте. Пачки еще не установлено. Времени достаточно у команды Сейнс. Абсолют попытались нахрапом взять фастри тейк. Выпад от Миркла, увенчався успехом минусом по Ситу. Но Ризан с разменом Миркл все еще живет. Информация по нему теперь точно имеется. Дабл выпад от Сейнс. О, 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 Юракоул! Это Мирка! Какая пачка! Тут нужно выходить и платить пачку все-таки. Сейн у нас выходит с этой пачкой и забьет нас одного Юракоул! Программа, нужно сэвиться! Три в один ситуация. И пачка у нас пока что не заплэншена. Нужно Сиду сейчас откидывать смок и все-таки играть на пачку. 20 секунд хп осталось у него. Ой-ой-ой, поймал на ошибке. Но, тем не менее, хп у него остается мало. Выбор еще и на Кронго. Забрал одного, знает про второго. Третьего будет, скорее всего, чекать, но от него буду прятаться. 10 секунд на таймере. Команда абсолютно прекрасно понимает свое преимущество. Дайте смок. Блент, блент, блент. Блент, стикается пачка. Очень важно. Но второй номер у нас выходит. Он в брокер все-таки забирает нас. Последнего игрока команды Сейнси. Блент, 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 блент. Даже что спасло, а скорее засейвило. Вот это более правильное слово. То есть железобетонировано, так скажем. Ну что, Сейнс, смогут ли они с такого счета у нас камбэкнуть? Минута времени на таймере, кстати. Остается у них. Для того, чтобы принять абсолютное решение. Но ты понимаешь, что ошибок теперь ноль. Ну просто нельзя допустить ни одной ошибки. А ты представь, какие нервы сейчас. Нервы внушительные. Абсолют тоже, я думаю, ручки трясутся. Да, да, да. Причем тут нервы с двух сторон. Конечно. Абсолют прекрасно понимаешь, что сейчас в ближайшее время не могут закрыть. Броникс 2 килла всего в этой катке делает. Он Броникс 3-3 килла. Четвертый килл. Ой-ой-ой. Просто раздает сейчас капитан команды. Сейнси. Крон забирает нас за одного игрока. На тройке также помогает своему тюмейту. 2-3 ситуации. Абсолют. Друзья, Фландер помогает, хорошо 2-2. Так, Фландер все еще живет. О, Генниджи. Абсолют. Абсолют выигрывает этот финал. Браво. Вот это да. Как просто в голове не укладывается, каким образом Сейнс нас проигрывает этот финал со счетом 0-2. Абсолюты, которые с 6-го или 5-го сезона ничего не выигрывали, снова проходят финал, снова выигрывают и побеждают на играх будущего 2024 года. С чем мы их и поздравляем. Команда Абсолют. Это невероятное исполнение. Эти две карты. Причем непринужденно, абсолютно. Сейнс боролись до Талова за каждый раунд, за каждый фраг. Но команда Абсолют была на голову выше. Это было видно. Сейчас у нас будет тот самый момент, когда Абсолют поднимут кубок. Они чемпионы Игры будущего. Зал, поаплатируйте. Это команда Абсолют. Чемпионы. Стэнд Ол 2. Игры будущего. 20-24 в Казани. Никакого лазертага не предвидится. Ребята. Абсолют победили. Сейнс. Меналит Беккардов. Вот. Как и так, что все выглядит. Народу вообще очень много. Абсолютно, ребята, победители. Бишь, что? В тендопе. И увидели бы, к сожалению, у Азертака. Это было хорошо, ребята. Это было круто. Есть, короче, секретная тактика открывания кейса. Давай. Перед этим нужно выключать. Угу. Я тоже на тех случаях что-то выглядел. Значит, пустим дигл пять раз. Два. Три. Не понял. Четыре. Что за тактика? Пять. Нажимаем, Артем. И нажимаем на крючатку. У него нет. Например, вот банк. И открываем. А все? А все? А теперь вы должны закрыть глаза. Ребята. Я сам оборудовался. Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Я давно только... Не узнай. Какой картин? Один кейс открывается, смотри, и чекает. Падает нож что-то. Смотри. Чекает. Чекает. Братишечки мои, надеюсь, этот ролик вам понравился. Эти две части, ребят, если вы их посмотрели от начала до конца, то вы реально самые лучшие, просто знаете это. Вот этот видосик тоже посмотрите, поддержите мой канал лайфусиком, подписочкой, можете где-то поделиться этим роликом, это реально... Его бы продвинуло, его очень сильно поддержало. Я вас, ребята, люблю. Это такая небольшая наша история. Реально что-то легендарное, ребят. Это самый крупный турнир по Сандолфу. Надеюсь, что я смогу побывать еще на чем-нибудь таком подобном. С вами был Братишка. Всем пока-пока. Пока.